Всем привет! Сегодня еще покажу один крутой скрипт на арсенал. Для этого нам как всегда потребуется чит. Буду использовать сплэйш. Также ссылочка на него вместе с ключом будет в описании. Ключ у меня уже скопирован. Вставляю сюда, вот в это окошко. И нажимаю суммбит. Все отлично. Ждем, сейчас у нас появится чит. И смотрите, если у вас сейчас заиграла музыка, чтобы ее отключить, нужно нажать вот сюда на название сплэйш. И все, и музыка отключится. После этого снираем вот это вот все. Оно нам не надо. Нажимаем инжект. Ждем у нас пока заинжектится. Так, все отлично у нас заинжектилось. Иконка появилась. Все отлично. И копируем скрипт. Скрипт тоже будет в описании. Так, все готово. Вставляем сюда в чит. И нажимаем экскуд. А сразу скажу то, что скрипт очень крутой. Сейчас вы сами в принципе офигеете. Все, он почти загрузился. Нажимаем контюнент. Так, все, вот он наш скрипт. Информацию можно сразу закрыть. Так, и погнали. Сейчас я в принципе буду его показывать функционал. Немного может быть будет подлагивать, но в принципе ничего страшного. А noclip, это получается мы можем проходить сквозь стены. Ну как видите, все работает в принципе. Я даже по воздуху хожу. Так, выключаем. Так, вот эту вот функцию пропустим. Идем дальше. InstaKill. Смотрите, InstaKill это убийство с одного выстрела. То есть, если вы один раз попадаете в своего противника, то он сразу умирает. Давайте в принципе я это и покажу сейчас вам. Так, что-то не успел ни по кому попасть. Ладно. Так, сейчас заново заспаунимся. Идем ищем. Конечно, немного подлагивает, но в принципе терпимо. Вот, как видели. Один раз выстрелил и все, я его убил. Давайте сейчас в принципе еще раз покажу. Чтобы вы поверили, то что работает с одного выстрела. То, что он убивается. Так, меня грохнули. Ладно. Так, все, отлично. Дали другое оружие. А, у нас перезапуск карты. Окей. Короче, сейчас карта перезапустится, значит. И покажу, как все-таки он работает. Так, давайте выберем, в принципе, я думаю, пляж. Там более открытая местность. Две команды. Ну, все, в принципе, ждем. Так, давайте пока выключим. Так, все. Тоже почти все за пляж проголосовали. Отлично. Сейчас ждем, пока появятся карты. Все, готово. Заходим. Давайте за синих. Так. Немного подлагивает. Еще раз повторюсь. Но, в принципе, нормально. Так, все, давайте. Ищем противников. И сейчас с одного выстрела мы их убьем. Если попадем. Так, вот там кого-то вижу. Так, меня грохнули. Окей. Так, ладно. Просто оружие какое-то не совсем нормальное. То есть, нормальное, но, типа, у нее большой радиус дамага. Так. Да я, мы ее замучили меня убивать. Ладно. Давайте к делу уже. Так, все, ищем, короче, противников. Попадаем один раз в них хотя бы. И они умирают. Я не понимаю, что я такой, блин, косоруки. Так, вот, как видели, один раз попал, и он сразу умер. Давайте сейчас еще раз покажу. Если вы не заметили. Так, значит, заходим вот сюда. Вот, я стреляю по нему. Его уже убили, окей. Да е-мое. Не дают вообще никого убить. Что за фигня, я не понимаю. Так. Где тут, кто тут? Вот, вижу. Все, один раз попал, смотрите, вот. Вот, вот сейчас вот было идеально заметно. То есть, я попал по одному разу, по одному выстрелу в них сделал, они сразу умерли. Как видите, эта функция работает. Select AIM. Это, смотрите. Получается, вы стрельнете, допустим, в ящик и попадете в своего противника. Сейчас, в принципе, я наглядно это и покажу. Допустим. Вот. Как видели, я стрельнул в стену и убил, получается, противника. Смотрите, опять стрельнул в стену и опять убил. Давайте сейчас еще раз покажу. Ну, чтобы вы заметили. Так, идем. Вот. Как видели, я стрельнул вот в этот проход, а попал, получается, в противника и его убил. Как видите, работает. То есть, я не стреляю даже в них, и они умирают. Вот. Это Select AIM. В принципе, офигенная штука. Прямо реально крутая. Можете пользоваться. Ну, давайте, в принципе, последний килл так сделаю. Так, где тут противники? Вот. Стреляем сейчас в стену. Куда-нибудь. Меня убили. Окей. Заново появляемся. Так, ищем противника. Вот, стреляем в стену, короче. А, с луком это, походу, не работает, я так понимаю. Окей, ладно. Так, давайте сейчас тогда быстренько кого-нибудь грохнем. С луком. Чё-то никого не могу убить. Короче, ладно. Давайте, проехали. Ну, в принципе, я думаю, вы успели заметить то, что, типа, если я стреляю в стену, я попадаю, получается, в противника своего, и он умирает. То есть, не попадая по противникам, их можно убивать. Так же, аим-бот, в принципе, всем привычный. Получается, зажимаем правую кнопку мыши, держим её, и вот, как видите, он сам целится. Вот, это у нас аим, получается. Так, стрелять почему-то не могу. Забыгалось, наверное, немного. Вот, так же тут можно настроить, типа, на какую кнопку можно задерживать аим. Получается у нас либо на Е, либо на правую кнопку мыши, либо на левую. Вот, мне удобнее, конечно же, на правую. И так же можно выбрать голова, туловище и... Не знаю, как там переводится. Но, я думаю, в принципе, вы сами поймёте. Так, давайте, в принципе, проверим. На другой карте сейчас у нас загрузится. Но аим работает тоже. Вот, ну, в принципе, из-за вот этих всех функций, мне больше всего нравятся функции Select AIM и InstaKill. Вот это самые офигенные функции, по моему мнению. Вот. А если их две функции сравнивать, то, скорее всего, всё-таки, наверное, лучше будет Select AIM. Потому что, если вы даже провахиваетесь, вы убиваете своего противника. А InstaKill, вы, получается, убиваете своего противника с одного выстрела. Вот. Мне кажется, лучше промахнуться и убить, чем, допустим, сделать один выстрел в самого него. Так, ладно, давайте заново её перезапустим. Вот, как видели, я убил сейчас голову, а АIM работает. Вот, ещё одна голова. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли. Kill All, это, получается, убить всех. Но оно особо как-то не работает, в принципе. Вот, я до записи видео тоже проверял. Оно не особо у меня работало, но, в принципе, не суть. Также можно запустить спам бата, получается. Вы пишете любой текст и запускаете спам. Так, ну, теперь идём дальше. Name Tag. Получается, вы можете видеть имена противников. Вот. Потом, Boxes. Это, получается, коробка. Сейчас вам покажу. Вот, как видите, коробки стали на противниках и на наших союзников. И также, получается, типа расстояния. Вот, можно вот так гамать. Так, ну, давайте, в принципе, всё отключаем. Как видели, всё работает, всё отлично. Вот эти две функции я не проверял. Ну, давайте включим. Я, конечно, не знаю, что они делают. Так, вот эта дистанция какая-то написана. Это... TM Check. Это, получается, проверить команду. Так, а вот это что у нас за расстояние? TextSys, это, получается, размер текста. А вот эта функция, насчёт этой функции, точно не знаю. Ладно, давайте включим SelectAim по-быстренькому. Всех вольнём. Так, у нас передвинулась немного менюшка. Кстати, можно, в принципе, её закрыть, чтобы она нам не мешала. И вам тоже так, в принципе, будет намного удобнее. Так, давайте сейчас включим быстренько NameText и коробку. Всё готово. Вот, смотрите, сколько там противников у нас. И мы всех убиваем, получается, не попадая по ним. Так, всё отлично. Сейчас, я думаю, мы с вами первое место займём. По крайней мере, надеюсь на это. Так, воздухи не убили. Не получилось, окей. Почти всех убили с одного выстрела, как вы могли заметить. Так, меня грохнули. 12 киллов. Ну, в принципе, я не думаю, что я успею, но можно, в принципе, попробовать. Так, вот я, получается, не попадаю по противникам. И они умирают. Вот, может быть, она не всегда сработает. Но, в основном, эта функция работает у нас. Давайте, в принципе, включим ещё вот эту функцию. Сразу две функции офигенных. И попробуем сейчас вместе с ними погамать. Так, коробка у нас не долетает, подарочек наш. У него дальность больно маленькая. Так, что-то никого с него убить не могу. Вот это вот фигово, конечно. Вот, реально фигово. Давайте, короче, ещё АИМ-бот тогда включим. Чтоб вообще прям было жёстко. Так. Вижу противников. Оп. И чё-то попасть не могу. Очень странно. Меня даже уже все обогнали, реально. Вот, чисто тупые коробки. То есть, подарки. Я с них убить вообще никого не могу. Прям реально, пипец. До сих пор никого попасть не могу. Угораете, что ли? Конечно, у меня ещё лагает. Это тоже, может быть, влияет. Но, блин. У меня уже все функции почти включены. Я вот с этим подарком вообще убить никого не могу. Лол. Ну, ладно, короче, в принципе, я думаю, вы функционал почти весь увидели. А какие вам функции там интересны были, которые я не показал, в принципе, можете сами проверить. А на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok